Здравствуйте! На первом национальном телеканале «Осетия и Рыштон» проект о людях и для людей. Гости эфира – самые разные герои, те, кто оставил свой неизгладимый след в истории, культуре и общественной жизни Осетии. Те, кто составляет ее гордость сейчас и будет прославлять дальше. Надеемся, в нашем проекте каждый будет себя чувствовать легко и непринужденно в своем кругу. На прошлой неделе театралы Владикавказа познакомились с репертуаром главного театра Юга Осетии. Спектакль с интригующим названием «Он, она, окно и покойник» произвел фурор. Талантливая режиссура, яркая эмоциональная игра и благодарная публика – это, пожалуй, главные составляющие, успеха представления. Признаюсь, такой уровень актерской игры я видела, пожалуй, только на больших столичных подмозгах. Мы воспользовались случаем и пригласили артистов Югостинского драматического театра имени Костахи Тагурова в нашу студию, чтобы пообщаться в своем кругу. Добрый вечер! Спасибо, что пришли к нам в студию. Ну, в первую очередь, благодарю вас за те эмоции, которые вы подарили нам, зрителям. Несмотря на то, что театр очень долго был, в театре был перерыв, но, тем не менее, сегодня он красивый, восстановленный. Вообще, сколько времени ждали вы, когда откроется? Лет 14, да? 14. У нас сгорел в пятом году и вот в прошлом году, в августе. 6 апреля. 6 апреля, да. Ну, какого он сегодня? Мы учились в софт-профе, там, в дом культуры, из этих работников. Да, временно. Ну, такое импровизированное что-то, да? Маленькая сценка. Маленькая сценка там, да, так что большой перерыв был вне театра. Да. А так мы выступали. А так мы работали, да, мы наработали немало спектаклей за это время. Собственно, этот спектакль тоже родился, да, на сцене софт-профа, да? Родился там. Да. В каком году? В 11-м году. В 11-м. Так. Ну, тогда рассказывайте о возможностях театра, о возможностях театра. Насколько вот он сегодня современен, да? Что, видимо, мне кажется, режиссер больше скажет об этом, да? Какие возможности? Да, возможности, это море, мы даже всего еще не знаем. Мы только начали репетировать на новой сцене, так что всех возможностей, предоставленных нам этим новым театром, мы даже еще не попробовали. Отвечает всем стандартам. Ну, это на высоком уровне. Нам говорят, что не по большому секрету, что это лучший театр на Северном Кавказе. Да, так и есть. Так что мы так гордимся, пока не поняли это на самом деле, если это так. Но мы уже гордимся этим. Могу добавить лишь то, что вчера у нас в гостях были представители Московского губернского театра, которые приехали, скажем так, на разведку ножками, так сказать, посмотреть нашу сцену. И они были очень впечатлены теми возможностями, которые открываются у нас. И они признались, что действительно не только на Северном Кавказе, но и по России редко можно увидеть театр такого уровня, настолько технологически оснащенного, с такими возможностями и с такой сценой. А вот, например, нам, дилетантам, не понять, конечно, каких-то моментов ваших профессионалов. Ну, например, чем сцена отличается от предыдущей сцены? Какие возможности? Ну, в старой сцене там круг был, диск, и он вращался только лишь в одну или в другую сторону. А сейчас у нас эта сцена разделяет даже на три части. Один круг, это крайний круг, он где-то метр с двадцать, он может двигаться в одну сторону, центральный круг в другую сторону, и еще центр может разделяться на три части. Это может, он подниматься до четырех-пяти метров наверх, и также четыре-пять метров уходить вниз. Так что можно, фантазия, это только лишь все респекты режиссерам, как они это все будут воспользоваться. И, наверное, еще свет, да? Да. И свет там будет великолепный. Да, ну, в общем, все там, возможность, просто, как говорят, корички начали. Звук, свет, там очень много хороших возможностей. Единственное, нужно зайти, как говорится, и только лишь заниматься творчеством. Ну, теперь что нам мешает? Ничего, нужно просто лишь... Талантливых актеров у вас очень много, как вы поняли. Струква совершенно замечательная, да. Действительно, есть кем-то. Ну, это открытие драмтеатра состоялось премьерным спектаклем «Фатима» в постановке Тамерлана Дзуцева. Ну, вот, к сожалению, не смогла попасть, меня не было, очень много представителей из нашей республики тоже побывали. Но вот была такая критическая какая-то оценка, в соцсетях я прочитала. По поводу постановки спектакля, да, как вы относитесь к критике? Зрители, сам по себе, они, большинство, я так думаю, что не прочитали «Фатима», именно Коста Ливановича. А те, которые прочитали, они знают, что это пьеса Коста Ливанович написал, он ее, в принципе, поэму, да, поэму написал, он ее написал в общее, как говорится, о всем кавказском народе. Это кавказская поэма. Там не говорится о определенной нации, там, допустим, осетин или кабардинцы, лесгины, черкесы, нет, это было обобщено. Но он взял именно ту тематику, мусульманскую тематику, что там именно отношение человека, там он, сейчас я вам, чтобы точно это было прозвучало, это Коста показал этой поэмой то, что одна маленькая ошибка во благо, в усладу человека в будущем рушит такие дома. Вот видите, Дима видел вот это в этом, а я вижу абсолютно другое. Да, мои дорогие. Да, мои дорогие. И эта тема тоже была не рассказана. Там не было вот этого. Но Тамерлан Джуцев, он все-таки пошел по своему видению, но видение было правильным, но там есть такие моменты, которые мы не докончили, как бы не поставили в определенных точках. Как бы Тамерлан дал, пусть додумает зритель, но определенное нужно, ну Коста, он такой был великий. Подempl geht. Меня будут рассказывать. Наша, она с богатым. Они мух morgan. Под territor it. Просто убить землю. up今 дома болит на свой requiring bird. Ну, то есть вы считаете, что как-то не расставлены приоритеты? Нет, все... Вообще спектакль должен же задавать вопрос зрителям. Я думаю, что это просто видение Эрлана Дзюциева. Вот этот спектакль, это его видение, вот этого произведения. И имеет место быть. И кто-то с этим может согласиться, кто-то с этим не может согласиться. Тем не менее, спектакль состоялся. Нельзя сказать, что это несмотребельно. Нельзя сказать, что такого не может быть на сцене. Это просто взгляд, определенный взгляд режиссера, его постановка. У нас есть мнение и приветственное слово Эрлана Сабанова. Он тоже был на премьере спектакля. Предлагаю его послушать. Субтитры создать. Мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. И над ногой ябнады, ягачеку дешпада, хейдарма фанды. Мне бы хотела буквально пару слов добавить о критике. Конечно, критика нужна. Критика важна и для роста творчества она необходима, я бы сказала так. При условии, что она конструктивная, конечно же, и доброжелательная, чтобы ее можно было воспринять адекватно и как-то потом уже воплотить в жизнь. Сделать выводы. Ну вот жалко мне, что сегодня не пришел Суслан Бибилов. Да, он тоже принимал участие в спектакле «Фатима», и он играл роль Джамбулата у него. Кстати, насколько я понимаю, он мечтал об этой роли, наконец-то. Наконец-таки он ее сыграл. Я думаю, что это было хорошо. Нам тоже очень жалко. Замечательно слышать его мнение об этом спектакле. Ну, непеременно в следующий раз, я надеюсь, вы нас еще пригласите, и мы будем в более таком полном составе. Давайте тогда перейдем к спектаклю «Он, она, окно и покойник». Вообще, не знаю, как пришла идея поставить именно такой спектакль. Ну, юмора там очень много. И юмор такой современный, интересный. Все настолько остроумно было. Конечно, это и режиссерская работа, ну, а и актеры у вас замечательные. Ну, актеры гениальны, да, абсолютно. Это они без преувеличения гениальны. Их можно лепить и... Работать легко. А потом наслаждаться и видеть, как они твои идеи воплощают в жизнь, еще и увеличивают это в десятки раз, и это просто превращается во что-то феерическое. Ну, на самом деле, идея пришла вот как. В нашем театре, вернее, в софт-профе, в котором мы находились, были малые возможности, абсолютно ограниченные возможности, сценические, я имею в виду. Там одно пространство, перестановку, чтобы сделать, это минут 15, наверное. Я искал пьесу, чтобы она была в одном месте, чтобы действие происходило в одном месте, да. И, естественно, комедию. Вот я много рыскал, рыскал и нашел. Мне подсказали тоже хорошие люди, что есть такой автор, у него в основном место действия происходит в одном месте. Все действия происходят в одном месте. Когда я читал это произведение, я просто вслух смеялся. Просто я смеялся вслух. Что со мной крайне редко бывает. Я решил, что это не случайно, что это обязательно надо воплотить в жизнь. Не скажу, что это было трудно. Мы спектакль поставили за два с половиной месяца. Наоборот, легко. Легко было ставить. Трудно было с некоторыми актерами работать. Дмитрий, не поверю. Был такой момент, что когда я принес пьесу... Трудно в каком плане? В хорошем плане. Сейчас я расскажу. Наконец-то я об этом всем расскажу. Есть возможность. Значит, когда я принес пьесу в театр, Дима его взял, почитал и через недельку или когда-то прибежал. Я буду ставить этот спектакль. Был такой момент. Потому что сама пьеса, она на самом деле располагает к тому, что невозможно это не вынести на сцену. Просто невозможно. Ну, сплошное действие. Да, там динамика очень высокая. И вместо действия, и абсолютно непредсказуемый сюжет, который разворачивается. Ну, как это вообще так можно было придумать? Да. Вот. Начали мы работать в начале весны, да, или в конце зимы? Одиннадцатого года. Мы начали осенью работать. А нет. К зиме мы выпустили спектакль. Нет, нет. Мы весной начали. В снег мы ходили на репетиции. Дима, это было зимой, и мы весной его закончили. Скорее всего, да. Да. Вообще, часто бывает, да, что актеры спорят с режиссерами? Конечно. Нормально к этому относитесь? Все время. Ну, это должно быть. Должно быть. Конечно. Если этого не будет, то режиссер должен переубедить актера, что это именно нужно вот в этом направлении. А потом актер говорит, а если я буду в этом направлении двигаться, я должен жить там, да, вот потому-то там, 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 там жить. Вот для этого и нужно. Не просто играть, а жить. У таланта любого человека есть всегда свое мнение. И оно зачастую не совпадает с мнением режиссера. Зачастую. Потому что у всех есть свое видение какое-то. Значит, роль режиссера состоит в том, чтобы объединить все вот эти мнения и вывести к какому-то определенному результату. Чтобы создать именно коллектив, чтобы создать оркестр. Если в музыкальном плане, значит. Режиссер как дирижер. Раз, и вот так вот по чуть-чуть. И вот настроить их на определенную волну. И чтобы потом уже... Так же произошло и на нашем спектакле. Первый акт мы репетировали сложно. Второй акт у нас пошел легко. Потому что уже все поняли свои линии, все наработали свои образы. И уже второй акт намного быстрее у нас прошел. Вот очень много споров у нас было с Димой. По репетиционным каким-то моментам. Но тем не менее мы пришли к общему знаменателю. И мы видим, что это замечательно. Дима и не только развиваются в своих образах. Они развивают их. Они их обогащают еще разнообразными находками актерскими. Вот. Последнее, что мы видели, последний спектакль, это был вот... Я думаю, что это была вершина того, к чему мы шли. Я был очень доволен. Хотя на прогоне, на последнем, это было... Вы имеете в виду в нашем, да? В нашей республике. Да, да. Мы три года не играли этот спектакль. И за три дня. У нас было три дня на восстановление. Когда я видел прогон, то, что я видел, меня это просто убило. Я думал, что это будет что-то ужасное. Я думал, это я не ставил. Это мы... Это что? Да, за кулисами в ожидании начала. Это было какие-то 5-10 минут ужаса просто. Да. Но актеров сразу собрали, да? Да. Как только спектакль начался, после первых 5 минут, я понял, что это все будет нормально. Зритель дает свою... Атмосферу. Атмосферу. Сознает свою атмосферу, да. Подпитывает. И вот эта энергетика, которая была доброжелательная, это просто и актеров подстегнуло, и на хорошее волне... Доброжелательно это хорошо, но, конечно, вот меня очень смущало, когда в зрительном зале каждые 5 минут звонили телефоны. Ну... Я не знаю, как еще, как с этим бороться. Надо воспитывать. Надо воспитывать. Да, воспитывать. Конечно, всех это раздражает. Это замечательно. Я скажу, что это стало меньше, чем раньше. Да. Это стало намного меньше, чем раньше. Я думаю, что мы к чему-то в определенном придем, и рано или поздно весь зритель, который приходит на спектакль, уже будет более аккуратнее относиться к работе актерской. Я тогда предлагаю посмотреть фрагменты спектакля. У нас есть видеоматериал. Это сворки, кто. Божна, это мистер Леви. Божна, Мистер Леви. Божна, Мистер Леви. Божна, Мистер Леви. У меня есть социальные земли. Хорошо, это правда. Все у меня есть социальные земли. Главное, у тебя есть натержение. Я великолепно, не кричьи. Мама, не кричьи. Я должен это проехать. Давайте я проведем. Довольно! Жали бардат давай. Кушай. Надо брать вот такие записи и дополнительно проводить репетиции. Вот я тебе вот про это говорю. А не бывает так, что вообще в практике не бывает такое, что снимается, а потом... Нет, ну вот это хорошая идея. Нет, мы сейчас, кстати, вот на нашем спектакле... Да, мы когда вспоминали... Мы, кстати, репетиции сейчас уже записываем. Это правильно, это нужно, потому что со стороны себя лучше видеть, где, что, как и почему. И, да, кстати, вот мы на последнем спектакле во Владикавказе, вот у нас с Эдиком возникла новая-новая такая мысль. Подожди, сделано это. Ну почему, а когда еще? Знаете, мы просто подумали, подумали и поняли, что этот спектакль можно еще на одну голову выше поднять уровнем. Каким образом? Вот простым, великолепным. Просто поменять... Детерация? Нет, поведение девочки, просто уже обстановку ее, вместо того, чтобы она боялась, давайте мы вам секретик, она когда увидела, надо, надо, Федя, надо. Секрет на весь мир. Да пусть и знают, почему. Секрет полишины или сейчас будет. Суть в том, что, когда они обнаружили труп, девочка начинает паниковать от страха. Да, 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 да. И все раскроется. А здесь, по обстоятельствам, если уж взять, девочка делает все для того, чтобы у нее карьерный рост поднялся, несмотря на то, что у нее... Она замужем, она идет на это, чтобы у нее карьерный рост поднялся. И она, как только это почувствовала, что как только обнаружится труп, значит, афиши на первую хакашину. И она поняла, что она будет знаменитой, и она начинает его шантажировать. Так, давай позвоним в полицию. Как ты? Что, с ума что? И вот на этом. У нее такая сильная женщина-карьеристка. Да, абсолютно. И все пойдет другим оборотом. Так, это уже будет другой образ. Конечно, и смысл, и вообще другой. Темпорин пойдет. И чуть-чуть спектакль еще поднимется. Ой, ну мы с удовольствием ждем этих изменений. Вот такое, вот такое. Я буду, наверное, в числе зрителей первая. Да, но это в задумке. Хорошо, понятно. Но то, что для девочки это будет в плюс, для нашей дорогой Натии, это будет, можно сказать, это будет сработать. Вообще у нас, на самом деле, мужчины такие, что нам дополнительные... Ну, на протяжении вот этих лет, когда мы чуть-чуть отошли от этого спектакля, или сейчас мы как бы новыми глазами на это все посмотрим. Во всяком случае, я. Я вижу, что спектакль можно чуть-чуть сделать более компактным и какие-то моменты еще поменять. Подсократить. Вот Эдуард одним словом говорит так, что... Всю шелуху выкинуть, чтобы... Если мы ничего не потеряем вместе. Эдуард не потеряется. Эдуард, я хочу вам предоставить слово. Ваша героиня, конечно, с одной стороны, женщина такая легкого поведения, но с другой стороны, настолько это все так вкусно, благородно смотрится. Спасибо вам за эту роль. Спасибо. Присаживающе сыгранно. Ну, каково вам было вот вживаться? Насколько сложно было, несложно была для вас эта роль? Что общего может быть где-то вы нашли с собой? Кокетство. Есть такое. Естественно. Да, естественно, кокетство. Ну, в данных ситуациях, на самом деле, если бы это было в жизни, я не знаю, как бы я себя повела. И могло ли вообще такое произойти в жизни, я не знаю. Ну, если бы произошло, то тебя бы тоже вынесли с ней. Одна невинная ночь стоила мужику вот таких бед. Да? Вот за одну ночь столько всего. Ну, я все свои роли люблю. Сказать, чтобы я прям вот со сложностью что-то получилось. Прям очень сложно было. Не скажу, но труда стоила. Ну, многие любят такие драматические роли играть. Как вам комедия? Люблю. Комедия – это жанр. Ваша? В первую очередь, комедия или драма? Она и там, и там хороша. Вот не видела, к сожалению, в драме. Ну, комедию играть труднее. Труднее, да. Сложнее? Мне кажется, сложнее, да. Трагедия, знаешь, туда трагедия. Ты уперся и нахмурился. Ну, я утрирую, конечно, все. А комедия, как бы ты ни старался корежиться и делать. Ну, ты уже отрепетировал это все. Нет. Заставить смеяться сложнее, чем заставить плакать. Сейчас я тебе скажу. Насколько серьезнее ты будешь играть в комедии, настолько смешнее будет. А представь, если ты будешь корежиться, что-то выжимать из себя. Ну, и посмотрят, Господи, когда же это он закончит дурачиться. Есть опасность переиграть в комедии или недоиграть. А нужна вот середина. Именно вот эту середину актер обязан чувствовать и не переборщить, и не недоиграть. Обязательно. И менее, более трагично, если вот на афишах жанр у нас комедия, и люди пришли посмеяться, получить позитиво, и вдруг не смешно. Ну, вот это трагично очень. А если в трагедии, ну, жанр трагедия, и человек не заплакал, ну, ничего страшного. Кто-то более эмоциональный, кто-то менее оправдать можно. Но вот если на афишах жанр комедия, и никто не смеется, это действительно трагично. Ну, я согласна по поводу комедии, потому что, правда, меня тоже сложно рассмешить. В театре я, наверное, последний раз смеялась сатириконией, когда Райкин поставил все оттенки голубого. Ну, там были и слезы, и смех был. Я там и плакала, и смеялась. Это вообще, когда ты на одном спектакле и плачешь, и смеешься. Вообще, не знаю, это, наверное, праздник для режиссера тоже. А здесь, да, смеялись мы все. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. У нас есть еще одно видео, Нелли Хубаевой. Это актриса Остинского театра. Она дружит с вами. Предлагаю послушать. Пожалуйста. Конечно, это удивительный театр новый, который построился. Я хочу, чтобы на этой земле больше никогда не было войны. Я хочу, чтобы на этой земле мир, доброта, улыбки, детские улыбки, они появлялись как можно больше и больше. И еще мои пожелания им. Щепкин свое училище. С кем вместе? Поэтокурсник. Суслан Бибилов поэтокурсник. Тоже, Суслан тоже закончил. Как Москва отпустила таких актрисов? Ну, в то время, как не отпустить в 90-е годы. Там все было шиворот на выворот, то путь, то у нас война, то наводнение, то землетрясение. Но по молодости мы все стремились домой, 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 отучились и домой. Ну, да, предлагали, были предложения. Вот удивительно, извините, перебью, да? Вот сейчас, наоборот, мне кажется, молодежь стремится в Москву, в Москву, в Москву. Вы говорите, домой, домой, домой. Ну, знаете, каждый судит со своей колокольной, но я говорю так, знаете, как, Ижонам Бисмундисахам, если собака в этой деревне не годится, то в другой деревне она точно никогда не пригодится. Если уж ты хорош, то твое хорошее, как и Левшу в Туле заметили, когда он приковал блоху, не имеет значения, где бы ты ни работал. Главное, люби свою работу, а хорошая музыка и во сне слышна. А есть у вас, вот мне интересно, есть у вас, ну, такой какой-то актер, наверное, как пример? Нет. Я всегда говорю, идеалы бывают, знаете, как идеалом должен быть идеологический человек. Это так я ставлю для себя, для меня идеальным человеком. Я не могу сказать, что он святой, но он был мой отец. По характеру, по всему настрою, по стержню, но он был с великим, добрым человеком. Юмор, он был сильным человеком. Но для меня, как человек, и относящийся к искусству, вообще к философии, к математике, к наукам, и к познанию, как губка, это был Ломоносов. Такого стремления и такого величайшего ума я до сих пор не вижу ни в одном человеке. И до сих пор меня никто не переубедит в этом. Сейчас могут говорить и только лишь, ну, дорваться бы до власти и лишь бы говорить ложь. Ложь, чтобы поверили во благо. А я говорю так, если любишь свою работу, не надо ее кому-то доказывать. Сцена. Сцена тебе лакмус. Зрителя не обманешь никак. Он все видит. Зритель стал начитанным, во всем разбирается. Все, что... Так что нельзя никого... Главное, нужно любить и все время вкалывать. Воскресенье. 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 Эх, мабалон! Эх, так! Мягче, мабалон! Чего-то добиться в этой жизни нужно от многого отречься, от времени, от любимых друзей, от посиделок, от всего. Если и правда, что чего-то ты хочешь достигнуть. Не бывает так. Абы-кабы, мне повезло. Я не я, ложь не моя. Нужно все время впахивать. Нужно талантливым людям помогать. Сильным людям помогать. А жизнь, извините меня. Нет, моя дорогая, не бывает так. Если ты хочешь посвятить себя, ты должен полностью отдать. А я там скажу, не бойтесь, я скажу. Так не бывает. Ничего на голубой камемочке не подносится. Если ты, вот так, извините меня за выражение, пот не сойдет, с тебя семь потов. Мой педагог, царство ему небесное, Владимир Багратович Монахов, он всегда говорил так. Всегда нужно помогать талантливым и сильным людям. Потому что сильные люди, они бывают добрые, а талантливые, скромные. Они никогда в наглую не скажут. Наглые, они всегда пробивают. А бездали пробьются сами. Конечно, это есть такое выражение. Согласна. Я всегда говорю так, работа, да. Если ты что-то хочешь добиться, сделать себе как бы я, имя, то нужно до конца жизни. У меня всегда, у меня есть, пока еще живая моя мама, она мне всегда говорила, сынок, запомни одну главную вещь. Век живи, век учись, но все равно дураком останешься. Мама мудрая. Это так и мы. Как бы мы ни старались, как бы мы умны не были, как бы мы... Все равно есть борьба между старшим поколением и здесь, мои молодые. Потому что у них другое время. Ребенок не успевает в роддоме родиться, уже ему подсовывают айфон или что это. Он уже печатает, не понимает, что там, но он уже печатает. Это прогресс, он идет, летит. Но они, эти дети теряют что? Общение. То есть у современных детей нет интереса к театру? Нет, общение есть. Интерес есть? Есть у них, есть. Почему нет? Есть к фильмам, если у них есть. Но если детей этих молодое поколение в театр, и они почувствуют вот это живое общение, то они поймут, что, господи, здесь же намного прикольнее, чем в кинотеатре. Намного. Они просто не столкнулись с этим. А давайте сейчас вот мы наших зрителей спросим, насколько часто они бывают в театре. Да давайте спросим, кто из вас был последний раз в театре. Мы были в воскресенье в русском театре. Прям все были? Да. Походили в Астинский театр на премьеру спектакль «Ревизор». Да, посмотрели спектакль «Ревизор». Очень понравилось. Браво, молодцы, радует, конечно. Вот. Как на ваш взгляд, вот мне бы хотелось узнать, вот вы молодые все-таки, вас хотя бы интересует, вот, ну, что вас привлекло в театре, допустим, вот что вас, вот чем он отличается, театр, от кинотеатра? В театре, ну, кино это и снимается, и там бывает, ну, как-то более заучено. А в театре, даже если спектакль играть часто, все равно каждый раз будет по-другому. Ну, потому что живые люди, и сразу, и вот, это другие ощущения. Молодцы. Молодцы. Браво. Молодцы. Ну, это еще надо отметить, это колледж культуры у нас сегодня. Спасибо. А у вас отделение какое? Театр. Театр. А, ну, театралы. А мы удивляемся. Да. Дмитрий, ну, вы вот помните свой дипломный спектакль? А, еще бы не помнить. Так. «Ромео и Джульетта». «Ромео». Я играл «Ромео». Это один из самых, я думаю… Это первый род. Да, можно сказать, да. Ну, повезло. Один из самых моих, ну, не то, что лучших, это… Я там не просто играл, я там жил. Такие партнеры у меня были. «Зераса» – это «Угазова», «Джульетта». «Услам Бибилов» – это «Тибальд». «Георгий» – отец. «Меркуцио» – это «Эдик» был. «Дублером» Роман Зылбакиев был. Вообще мощный, мой мощный спел. «Ой, Асланджиев» у нас был, священника играл. А не думали о том, чтобы восстановить у вас в театре? Показать? Ну, в какие-то годы. 25 лет спустя. Вот кто должен играть в «Ромео»? Нет, я не говорю, чтобы вам «Ромео» играть. Да, ну вот он предложил уже. Да, кстати, я после… Ну, этот… У нас проблема в театре, что молодых актеров… Мало? Очень-очень мало. Фактически нет. Почти. Самым молодым за 30 уже. Их около… Нет, еще Андрей и Зайка маленький. А, 35 лет, по 25, наверное, да где-то? Нет, за 3. 21. Это очень большая проблема. Для режиссера… Это вообще… Это очень большая проблема. На курс набирать. Ну, согласен, Гиви Вали вышел из положения, взяв студентов, да? Да, он молодец. У нас-то в республике 25 тысяч человек вместе с этими с военными… Как вам это набирать? Да, ну, я образно так шучу. Я тогда предлагаю, вот у нас есть видео, такое… Ну, небольшое видео «Привет» Анжелы Хосаевой. Это ваша коллега. Внимание на экране. Юго-Синский государственный драматический театр. Это сразу имена. Галуева, Габараев, Хасиев. Войне. А 1994 год, это вообще мое сознание тогда перевернуло, потому что в нашу жизнь ворвались выпускники Щепкинского училища. Они настолько перевернули мое сознание и представление о театральном мире, что они стали для меня таким вот символом искренности, пластики, совершенно новой сценографии. Поэтому мне очень хочется, чтобы этот очень талантливый коллектив, вот по той красной дорожке, которой они пришли к своему новому храму, искусство, чтобы они еще достигли больших успехов. Этому талантливому коллективу подлаз на все. От трагедии до абсурда. Вот сейчас прошла замечательная комедия, он, она, окно и покойник. За последние 15 лет я ничего выдающегося не видела. Это, конечно же, их студенческие работы, которые, как я говорила, перевернули мое сознание. Мне казалось, что лучше Джо Фирелли Рамо и Джулетта никто не создаст. А тут Дима и Адзера, которые стали символом для меня любви, чистоты. Это настолько было тонко. И, конечно же, мне хочется, чтобы художественный руководитель Томир Ланзуцев как можно дольше творил в этом театре, чтобы у него осуществлялись все его грандиозные задумки, чтобы это было просто, как всегда, вкусно, со вкусом, и с таким тонким пониманием и чутьем времени. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Есть возможность ответить. Да, можно я? Он про себя хвалиться не будет, но я его похвалю. На самом деле, это одна из... Когда мы сдавали экзамен, значит, Ромео и Джулетту спектакль, когда сдавали, сидела кафедра, естественно, профессора, и там очень много лестных слов, очень много. Но я запомнил одно, один из педагогов, я уже не помню, мы за кульсами стояли, не видели, кто это был. Но, тем не менее, слова запомнились на всю жизнь. Это за последние 15 или 20 лет, я говорю, лучшего спектакля, лучшего исполнения, лучшего исполнения Ромео и Джулетта, я не видел просто. Вот в актерском исполнении. Это на самом деле... Я тоже пересмотрел много спектаклей, но вот такого... Это не похожее ни на кого, самое главное. Это абсолютная искренность исполнения, это безумная любовь, это безумная искренность, безумный наив и безумная чистота Ромео, и безумная энергетика бешеная. Там сцены есть, когда он по полу просто катается, когда он орет, когда он орет, когда он мечет. Кто-нибудь видел такого Ромео? Я нигде его больше не видел. Обычно какие-то слащавые, полу... Мужчины-полудевочки какие-то, ну, какие-то вот, не знаю, какие-то вот... Мягкие. Маменькие на сыночке. Почему-то Ромео маменькие на сыночке. На самом деле они на такие подвиги пошли, на такие безумства пошли. Ну, как-то... Эй, люди-убийцы. Да. По тем временам, я не скажу, что они были малолетки, но как бы они уже вошли, по тем временам они вошли во взрослую жизнь, и тем не менее, те действия, которые они предприняли после вот этих... после соединения, мало кто бы сделал это. Мало бы кто. И Дюлета не может быть голубой героиней, и Ромео не может быть абсолютно в этом направлении. Что и показали вот наши замечательные актеры Тераса Тавгазова и Парастаев Дмитрий. Это... Это сильнейшее просто, сильнейшее исполнение Дюлета Леонидов. Спасибо. Спасибо большое. Ну вот, Дмитрий, вы как-то в своем интервью сказали, что... Я процитирую. Вообще я разделяю актеров на две категории. Те, которые живут на сцене, и те, которые играют. Несомненно, вы относитесь к первым, на те тоже относятся к первым. Те, которые живут на сцене. Но насколько это сложно, жить на сцене, и насколько это возможно. Например, бродвейская система, она подразумевает спектакли каждый день. Да? Жить на сцене каждый день невозможно. А вот в драматическом, в русском театре драматическом, такое возможно, если каждый день проживаешь, живешь на сцене. Техника Станиславского, ну, на мой взгляд, она более глубокая. Да. Ну, насколько возможно, еще раз задам этот вопрос, проживать каждый день. Либо вот нужно какую-то найти, не знаю, механизмы влияния на зрители. Нет, нет, нет. Техника, мастерство. Ну, техника, мастерство, да, это все хорошо. Но не прожить. Ну, как бы, ну, если ты просто пройдешься... Тогда это сыграть. Пройдешься, да. А бы меня сегодня не настроили. Значит, человек не туда попал. Значит, ты не любишь свою работу. Что зачем, зачем, если ты вот сидишь здесь, задаешь вопрос, если тебе не нравится. Ты бы задавал эти быстренько, бы от вас избавиться. Вот то же самое. А если ты любишь свою работу, ты каждый... Так, здесь он так подумал, а давайте я ему задам... Чем хороший актер отличается от гениального? Хороший актер все сделал правильно, а гениальный... К этому хорошему еще добавил много хороших находок. Вот что значит... Я вас поняла, смотрите, я о чем... Нет ли опасности... Давайте я вас спрошу, нет ли опасности эмоционального выгорания? Конечно. Что тогда делать? Ну, например, я по себе... Потому что вы работаете так. Да, я сейчас по себе скажу, да. Мы вот поклон в нашем спектакле, который мы предоставили вам, вот на поклоне именно мы... Все остальное мы сыграли на одном дыхании. На поклоне мы почувствовали, вот оно, счастье. Вот оно, вот. Потому что мы уже поняли, что прошел спектакль, на ура, то, что нам надо было. После поклона, пока в эйфории, все, мы счастливы. А вечером уже, ну, ночью перед, уже все, никакие. Силет. Ну, может, из-за того, что... Возраст, может, из-за того, не знаю. Ну, ладно. Я скажу так. Есть у меня спектакль «Фандой лис». Я играю лис, абсурд, арабаль. И мне после этого спектакля бывает не очень хорошо. Дурно. Дурно. Дурно в каком смысле? Эмоционально. Я очень долго прихожу в себя, очень долго. Может, нужны дни какие-то. Ну, я не знаю, вот так оно. Не, я могу сказать так, что нам педагог... Ну, я его играю с удовольствием и буду его еще играть. И проживаете. Ну, не то слово. А без этого нельзя никак не получиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Добавьте, Дурно. Что-то я хотел сказать насчет педагоги. А, вот педагоги нам всегда говорили, да не нервничайте по поводу, что вы эмоционально затраиваетесь. Не бойтесь, не нервничайте. Потому что в жизни, если вы вспылили что-то, ваши нервные клетки, они погибают. А наши нервные клетки на сцене, которые мы отдаем, они... Да, они напрягаются, но нет. Мы же не фанаты. Мы же не настолько фанаты, что здесь зрителя нету. Я нет. Нет, я фанатичен. Нет, мы же знаем, мы же чувствуем, что здесь зритель есть. Да, мы играем, мы актеры, да, лицедействуем. Да, но вот в этом всем должен отсюда вон до оператора дойти, к слову я говорю. И не просто там пройти просто так, а именно так прожить, чтобы зритель, господи, насколько ему холодно, и он еще и босиком, чтобы он прожил вместе этот холод со мной. И не просто зайти из-за кулис, а зайти, оттуда внести историю, жизнь оттуда внести. Мокрый ты пришел, как бы оттуда и за кулисами. Главное не то, что здесь происходит, а там за кулисами, что, с чем он пришел. Вот актерская работа. Спасибо, спасибо. Так и должно быть. В прошлом году я посетила спектакль «Шоу пошло не так в Москве». В принципе, он такой вот с юмором, чем-то даже мне напомнил ваш спектакль. Вот бывают ситуации, ну наверняка они бывают, когда что-то идет не по сценарию, что-то идет не так. Вы этот спектакль первый раз смотрели? Там, да, да, первый раз. Ну если бы вы увидели это второй раз. Нет, я не говорю, что... Он все время, он все время, он все время почти на грани все время импровизации. А-а-а. Он все время на импровизации. Это на нашем спектакле. Да, я тоже не поняла. Но он идет все время, то он так пойдет, то он так пойдет. Из-за маленькой ошибки иногда происходит так, что... Это так живо получается, что... Так, прошу прощения. У нас несколько раз заклинивала дверь. Так. Замок просто не открывался, дверь невозможно было открыть. Так люди что начали обходить его? Или в окно начали ходить? Через окно. Или начали через окно. Дверь. А, то есть через окно это не сценарий был? Нет, 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 нет. Это по сценариям. А, какой-то момент. Но там моменты бывают такие, что нам, как... Ну мы же не могли стенку обходить. И приходилось через окно обыгрывать это. Ну а что делать? А тут же поменялись эти, мизом сцены. Да, это было... А есть такой момент в спектакле. Я дублирую еще роль Гледиса. Мистер Трун, да. И я как-то задумала, да, Гледиса-то. Я как-то задумала прийти импровизационно с другой прической. Короче, очень сильно начесала волосы. Вот такая лапка на голове. И пришла, стучусь, он мне открывает дверь во время спектакля. И не ожидал, да? И не ожидал, голова большая, он на меня смотрит. Мисс Фостер, он мне говорит, вы что, ко мне на мотоцикле? Но он сразу не растерялся, так здорово. Ты на мотоцикле ехал. Ты на мотоцикле. Без каски. Что за так? Выкрутился. Мне кажется, импровизация для актеров, она очень так оживляет. Да, это импровизация, да. А что было еще в этом спектакле? Ой, много чего. С импровизированного. Что-то с медсестрой было? Там, в принципе, если честно сказать, там есть такие сцены, которые в песне, они не написаны. Мы просто сами это все придумывали. Это горничная, допустим, с этим, с официантом. Там такие сцены есть, которые мы сами просто раз-раз-раз и придумывали на ходу. Много сцен, которых выкинули вообще. Ну, потому что Эдик сказал, ну, он говорит, смотришь, ну, люди, говорит, зрители, ну, устают от начала до конца, смеются. Они уже устали. А-а-а, устают. Ну, надо как-то сократить, жалко зрителей, ну, не может. Ну, вы, говорит, сами выдыхайтесь. Ну, да, потом уже понятно было, что, да, выдыхаем, да, выдыхаем. Ну, как, это же смешная сцена, как мы это можем сократить? Да тут невозможно что-то сократить, мне говорят. Ну, как невозможно, давай вот это уберем, давай вот это уберем. Да нет, нет, давай это оставим, это же хорошо, мы сколько над этим, смотри, как это смешно. Здесь какие хорошие слова. Но, тем не менее, надо это все обрезать, чтобы это было более компактно. Рано или поздно мы к этому придем. Ну, я думаю, что вы это. Спасибо. Мадина, ну, вот есть ли в планах? Очень хочется, чтобы чаще радовали нашего зрителя. Что у нас в планах? Нам также хочется радовать и нашего зрителя, и вашего зрителя. Для этого у нас, конечно, есть какой-то план. Но это, скорее всего, речь идет об осени. Поскольку сейчас уже... Сезон уже закрывается. Да, сезон практически уже вот на финишной прямой, ну, можно так сказать. Но мы договаривались с руководством Остинского театра тоже. Я думаю, что в осенью, где-то в октябре у нас будут и совместные проекты, в которых будут принимать участие и артисты нашей труппы, и северо-остинской труппы. И, конечно же, будут гастроли, да, вот о чем мы тогда говорили. И два-три спектакля. Вот, и мы планируем все-таки возобновить, восстановить наши спектакли, которые мы перенесли со старой сцены, со сцены софт-профа уже в наше новое здание, в наш дворец. Вот, и уже в восстановленном виде, в обновленном виде собрать наиболее интересные для северо-остинского зрителя и привезти их где-то, приехать сюда с недельными гастролями и порадовать. И, соответственно, готовы и труппу, значит, северо-остинского театра принять у себя с такими же длительными гастролями. И это все объединяющие факторы, это все общение, это все то, что делает наш народ единым, нашу культуру, позволяет нашей культуре развиваться и расти. Спасибо, спасибо. Спасибо, что сегодня собрались, спасибо, что пришли к нам в студию. Было бы неправильно, если бы мы не отблагодарили театр, который нас сегодня, недавно нас принимал. Северо-остинский гастролям театр. Северо-остинский гастролям театр. Огромное спасибо и благодаря вам. Во главе с Кольевым Владом. Был очень теплый прием. Очень, очень. Очень теплый прием. Актеры остались очень довольными. И отношение такое теплое, и внимания было очень много уделено. И вообще, я думаю, что впредь мы будем, вот как нам сообщили, оказывается, намечаются большие гастроли. И развивать вот эти дружеские отношения, братские отношения с нашими театральными коллективами и нашими республиками. С удовольствием ждем еще больше спектаклей. Спасибо вам. Удачи, успехов. Спасибо, что сегодня пришли. Да, и в нашей студии. Вам огромное спасибо, что вы нас пригласили. Мы всегда вам рады на нашей телекомпании. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok